Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня у нас с вами книжная распаковка. Вот такая вот. Книги я приобрела в магазине Лабиринт. Кроме одной, одну книгу я купила в фикс прайсе. Но на Лабиринте она тоже есть. И ссылочку я оставлю под видео. Все ссылочки на все книги будут под видео. Так что, если что-то вдруг понравится, проходите, смотрите, приобретайте. И давайте перейдем. Сначала книга из фикс прайса. Вот такая вот детективная книга. Это Нора Робертс. Я буквально случайно ее увидела. Уже практически на кассу выходила. Так, сейчас. Ой. Раз уж у нас распаковка, так давайте паковать. Точнее, распаковывать. Она в пленке. Не так-то просто. Оказывается, это дело делается. Так, все подцепила. Вот такая книга замечательная. Просто плотная обложка. Хорошо, что не мягкая. На самом деле, хочу лирическое отступление сделать. В фикс прайсе цены очень сильно изменились. И вот такая книга мне стоила 99 рублей. В плотной обложке. В то время как более тонкие книги, вот такие, знаете, карманные их называют, они стоят 50 рублей или даже 55. Раньше все книги были по 50 рублей. Имейте в виду, кто покупает в фикс прайсе, что книги подорожали. Вот. И, собственно, я выбрала вот эту книгу. Мне понравилось описание. Я вам вкратце прочту. Ева Даллас и ее коллега Пибоди вновь берутся за расследование жестокого преступления. В стенах заброшенного здания обнаруживают тела девочек. Выясняется, что раньше здесь находился приют для трудных подростков. Кто, а главное, зачем совершил эти жуткие убийства. В поисках ответов Ева и Пибоди выходят на бывших владельцев здания. Но они даже не представляют, какие шокирующие подробности им предстоит узнать. В общем, я так поняла, что это детектив. Вот. И, как мне кажется, из описания это целая серия книг о Еве Даллас. Буду искать остальные, потому что меня заинтриговало. И, соответственно, я прочту, и будут книги в обзоре. Наверное, уже в 2018 году будет обзор. Ну, я в предвкушении. Описание мне очень понравилось. И дальше перейдем к книгам из лабиринта. Значит, была вот такая вот книга. Люди зимы. Эту книгу я выбрала по отзыву, по-моему, Белкиной. Это тоже книжный блогер. По-моему, она делала отзыв. И мне понравилось ее описание, что ли. Вот. То есть я решила выбрать эту книгу. Вообще вот этот автор, Дженнифер Макмахон. Макмахон. Вообще для меня новый человек. Я понятия не имела, что вообще такой есть. Вот. И, в общем-то, здесь психологическая проза с элементами хоррора и мистики. Это мне тоже нравится. Так что это мой такой эксперимент. Почитаю. Посмотрим. Кстати, книжка грязная. У нее лицевая сторона такая под замшу, что ли. И вот я вижу, что она потертая. Видно, валялась где-то. Это меня единственное, что раздражает в лабиринте, что некоторые книги у них вот так вот запакованы в пленку. А некоторые вот такие вот. И приходят уже грязные. У меня был как-то тоже другой обзор. Там книга была вся покоцанная. По краям погрызанные уголки были. В общем, буду читать и расскажу вам. Я даже не знаю, в принципе, о чем эта книга. Здесь, по-моему, даже предисловие. А, вот есть предисловие. Здесь действие разворачивается в 1908 году и параллельно наши дни. Вот, в общем, ладно, будет в обзоре. Обязательно почитаю. Так, следующая небольшая книжка. Вот так вот ее вам покажу, потому что я приобретала ее в подарок. Если вдруг вы узнаете по картинке, что это за книга, то никому не говорите. Естественно, в описании она будет, поэтому не совсем уж секрет. Но купила ее в подарок. У меня есть собрание сочинений. Поэтому ничего особо говорить не буду. Это один из моих самых любимых авторов, могу сказать. И могу сказать, что именно с этого автора у меня началась любовь к детективам. К такой вот мистической какой-то детективной литературе. Вот, так что это в подарок показывать не буду. Дальше. Выбрала вот эту книгу. Она у меня шла с большой-большой скидкой. Она очень давно лежала у меня в корзине. Так, бонус упал. Так, давайте ее распакуем. Эту книгу я, наверное, где-то месяца два назад выбрала. Но она тогда стоила порядка 400 рублей. Вот. И я добавила ее в корзину и ждала, когда будет скидка. Потому что 400 рублей она не такая уж толстая. Она, можно сказать, тоненькая. И 400 рублей за нее это много. Вот. Ну, там не совсем 400, 300 с чем-то, но почти 400. Вот. И когда появилась хорошая скидочка, я решила, надо брать. Потому что вряд ли я еще когда-нибудь за такую цену ее куплю. Вот. Книгу я тоже увидела на обзоре. Но я искала давно что-то подобное. Потому что, как вы знаете, у меня был сложный период в жизни. И он продолжается. Просто я продолжаю с ним бороться. Вот. Я искала какую-то такую психологическую литературу, которая бы помогла мне вздохнуть по-новому, что ли. Вот. И я увидела эту книжку, по-моему, у Анастасии Аст. Она делала... Ну, не обзор, она тоже ее приобрела. Но там как-то она вот мельком о ней сказала. О том вообще, что это за книга, о чем она. И я поняла, что именно эта книга мне и нужна. Вот. И как раз на нее была хорошая скидка. Эта обложка такая. А ее, естественно, обложка вот такая. Ну, собственно, книга о том, что... Как выжить. Вот. Как научиться жить снова, когда ты уничтожен депрессией. Автор мужчина. Но это ни о чем мне не говорит. Вот. В общем-то, если вам интересно, будет, конечно, обзор. Почитаю. И обязательно все расскажу. О чем, что, как. Так, следующая книжка. Кендери Блейк. Это тоже по наводке, по-моему, Белкиной. Анна в кроваво-красном. Тоже такой кровавый, я думаю, сюжетик будет. Она убийца, говорю я себе. Такая же, как они все. И сам в это не верю. Анна заворожила меня. Длинные черные волосы, словно плывущие по воде. Бледная, очень светлая кожа, бездонные глаза и платье, которое, когда-то говорят, было бело. Теперь с него капает алая кровь. Что сделала ее такое? В чем источник ее необычной силы? Я должен выяснить историю этой девушки, а потом уничтожить ее. Ведь Анна призрак. И не оставляет в живых никого из тех, кто приступает порог ее старого дома. А я тот, кто убивает опасных призраков. Ну, это такое немножко а-ля охота на вампиров. Вот что-то такое. То есть, я думаю, что судя по тексту, да, выжимки из текста расследования или книгу пишут от лица вот этого охотника на призраков. И, учитывая кровавую историю призрака, мне кажется, книга интересная. Цену, точно сказать, не могу, учитывая, что практически все книги мне достались по очень хорошей скидке. Поэтому, если интересно, переходите по ссылочке и посмотрите. На эту книжку я возлагаю хорошие надежды, потому что мне действительно понравилось и описание, и рецензия, и вообще все-все-все. И тоже она давно у меня лежит, уже, наверное, полгода в ящике, в этой, в корзине, в магазине лежала у меня. И вот, наконец-то, я ее взяла с хорошей скидкой. Ну и последняя книга, как вы думаете, кто? Конечно, Ирина Соковых, не знаю, вот, любимый блогер, которая еще и книги пишет. Наверное, это, не знаю, не у каждого такой удел, но мне нравится ее стиль написания. И то, что мы с ней лично знакомы, тоже дорогого стоит. В общем, просто очередная ее книга. Мне интересен ее взгляд на Хюги, как она это видит. И просто интересно почитать очередную ее книгу. Вот, и может быть, для себя я что-то тоже открою новое. Потому что о Хюге я наслышана просто вот, где-то что-то кто-то сказал. Вот, а так как она для меня любимый блогер, то, может быть, я открою для себя что-то новое из ее уст. Вот. Такая вот книга. И такая вот была распаковка. Сейчас не выключайтесь. Хочу маленькое дополнение сделать. Буквально на следующей неделе у меня на канале будет прямая трансляция. И помимо розыгрыша моих личных плюшек в прямом эфире, я еще буду разыгрывать бонусную скидку от Лабиринта. Если вдруг кому-то нужно будет. Эта скидка предоставляет возможность заказать любое количество книг от одной до бесконечности с абсолютно бесплатной доставкой. Естественно, это будет интересно тем, кто не зарегистрирован на сайте, кто не постоянный покупатель, а разовый, просто пришел, увидел и захотел. Вот. Поэтому скидочка будет разыгрываться в моем прямом эфире, который будет на следующей неделе. По-моему, я его уже выставила в напоминалку. Ориентировочно либо 25, либо 27 декабря. Такая предновогодняя плюшка. Имейте в виду, если кому-то интересно. Вот такой был обзор. Спасибо за внимание. Если книги какие-то заинтересовали, проходите по ссылочкам под видео. Прочитывайте, рецензии, интересуйтесь и приобретайте, если что-то вдруг очень понравится. Ставим пальчики вверх, оставляем комментарии. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!